С проблемой стареющего населения и нехватки рабочей силы в сельском хозяйстве сталкивается большинство развитых стран. При этом спрос на сельхозпродукцию неуклонно растет, что создает угрозу для продовольственной безопасности стран и мотивирует фермеров активно внедрять автономные технологии. Беспилотные тракторы и техника уже успешно справляются со многими трудоемкими задачами. Посадка, прополка и уборка овощей и плодов, опрыскивание и борьба с сорняками, внесение удобрений и полив культур. В рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» Институтом вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета совместно с МТЗ Татарстан был разработан макетный образец беспилотного трактора. Являемся лидерами по методологии беспилотного транспорта. За последние 8 лет нами был создан аппарат, аппаратное обеспечение, которое позволяет быстро и эффективно автоматизировать любые виды техники данного конкретного заказчика. Очередным заказчиком является нашим партнером Минский тракторный завод, с которым мы на текущий момент проводим работы по выпуску в формате прямо аксессуаров, опций, систем автоматизации различных видов тракторной техники. Напомню, что совсем недавно в Екатеринбурге прошла международная промышленная высовка и на пром. В рамках мероприятия была представлена экспозиция трактора, в том числе образец сельскохозяйственной техники. Высокой степени автоматизации на базе трактора «Белару-152». Сейчас в рамках макетного образца мы внедрили, мы электрифицировали трактор, то есть он работает на полутяге, то есть он такой гибридный на полуэлектротяге. Кроме механических всех совершенствований, то есть там были поставлены различные печатные платы, то есть он полностью электрифицирован, полностью оборудован компьютерной техникой, опять же в рамках макетного образца, необходимого совершенствовать уже до опытного, до серийного изделия. Пока что в рамках макетного образца беспилотному трактору требуется небольшая доработка в системе навигации. Сейчас он ориентируется только по машинному зрению. Мы планируем очень много сотрудничать с Минским тракторным заводом, с нашим МТЗ Татарстан, и перейти уже к разработке тракторов среднего и тяжелого типов, что уже сейчас прорабатывается. Уже проработан вопрос о передаче нам трактора среднего типа для автоматизации. Разработка беспилотного трактора уже заинтересовались в ряде компаний. На данный момент ведутся переговоры. Елизавета Никитина, Тимур Табаров, Фариза Китаглы, Универньюз.